Представьте себе на секундочку, что будет, на секундочку, да, если преподобная Боня Виктория и ее духовный сын и ученик Никита Михалков правы, да, что действительно существует некий заговор рептилоидов, и воспользовавшись тем, что царствует ковид, что человечество будет ослаблено страшной вакциной Гейтса, все-таки рептилоиды совершат вторжение на Землю, но они не просто так совершат, не для завоевания, они совершат глубокий разведывательный рейд, они должны для своих экспериментов забрать лучших из лучших представителей рода Хома, забрать на свои преступные опыты, чтобы поближе узнать человечество. И рептилоиды не дураки, они сперва посмотрят телевизор, они сперва послушают телевизор Соловьева, да, и узнают, кто самые лучшие люди самой великой и передовой страны. И, разумеется, поскольку для опытов нужны самые-самые, они заберут Путина, Мишустина, Голикову, Клишицу, Шойгу, все правительство, министров, все в Думу. Ну вот подожди, подожди, вот всех абсолютно, Попов, Синод, Генштаб, ФСБ, МВД, Росгвардию с золотом погрузят их на страшные корабли и через галактику уволокут в неизвестные дали глубокого космоса, где будут изучать. Рептилоиды же, Лиза, рептилоиды страшные люди, мне больно, мне больно это говорить, и это ужасающая картина, которую мне больно представлять, вот эти огромные рептилюги, а войски у них в лапах, набитые попами, генералами, чекистами и министрами, и как они топают по Красной площади, спешат к своим уродливым звездолетам. А у вас, слышу, у вас тоже нет окна в студии? Нет, нет, а что? Вы хотите, чтобы я посмотрела в сторону Красной площади? Вот не видно ли там каких-нибудь больших кораблей странной формы? Нет, не видно. Я в прерыве выйду к окну, посмотрю на всякий случай. Что-то они запаздывают, да? И наутро, вот после этого ужасающего происшествия, страна, предположим, просыпается, и проснувшаяся страна обнаруживает, что да, никого нет, и в Кремле только трехпалые осклизлые следы на тех местах, где они тащили подмышкой Владимира Владимировича и полные коробки с работниками администрации президентов. В Кремле остались только дворники и узбеки. И представьте себе это утро России, ее истинное утро, да? Вот будет ли смятение и катаклизм? Не будет смятения и катаклизма. Я подозреваю, что народ не побежит искать, рыдая свое начальство. И только, только будет скепсис, да, и только когда вечерний эфир Владимира Рудольфовича Славьева, который вдруг страстно заговорит о преступлениях путинского режима, причем с обычным, с обычным, нет, его не возьмут, с обычным таким остервенением, десятиметровым разлетом слюни, тогда поймут, да, действительно, что. В общем, вероятно, жизнь-то сейчас и начнется. То есть, действительно, всех похитят, а всякую там некондицию, типа, там, Кургинянов, Прилепинах, Федоровых из Нода, они не возьмут, потому что вся эта публика, в общем, представляет не больше интереса, чем марионетки с уже оборванными ниточками, скинутые в ящик и направляющиеся непосредственно туда, к стариевщику после смерти кукловода. Продолжение следует...